Любовь Соболя отпустили Задерживали на 48 часов Очень хорошо, что отпустили Но я понимаю так, что они не представляют Как ее можно посадить То есть резиновой статьи еще пока нет Как 58 с 14 значками А как посадить по такой статье По проникновению в жилище Когда человек никуда не проникал Они не знают Но тем более Очень урок им хороший Они взяли в качестве свидетеля Я имею ввиду путинские следователи ФСБшники, курьера Ну я так понимаю, что с ним поговорили Там курьер вроде был свидетель Того, как Соболь прошла в эту квартиру И прочее, прочее И такие показания он давал Когда с ним работали оперативники А как только стали проводить очную ставку Этот курьер понял Что потом придется за эту брехню отвечать И он понял, что оперативники Эти ФСБшники ему ничего не сделают А вот в будущем Если он на Соболь наговорит так, что ее посадят С ним сделают такое, что он нигде не спрячется И он правильно понял И он отказался на очной ставке Да, это, наверное, первый случай такой Когда, представляете, как эти оперативники ФСБшные обострали Вот что ты, вот козелся-то А вот так, бля И теперь так будет все время Потому что люди понимают, что все Керды к Путину, керды к режиму И мы обязательно должны двигать идею того, что режим у керды Чтобы вот такие курьеры четко себе это понимали И ни в коем случае не подписывались под преступления путинцев Понимаете, если никто не будет подписываться под преступления путинцев То режим рухнет Ибо он стоит на преступлениях Вы понимаете Это преступный режим И он стоит на преступлениях Поэтому мы должны запугать их Чтобы они дристали, бля И чтобы они ни хера не боялись этих ФСБш Ну что они сделают Ну поругают Ну там проблемы на работе А мы вас, сука, испепелим Когда власть возьмем Чтобы они это знали Каждая падла Каждый курьер, которого, бля Разводят Чтобы он дал ложные показания Должен знать Что мы его испепелим потом Федеральная служба исполнения наказаний Обвинил Навального Как условно Да Как условно осужденного В уклонении От контроля Что-то очень сложно Написали, да Название Статейки Собственно Федеральная служба исполнения наказаний Требует Значит Реальные меры наказания В отношении Алексея Навального Потому что Якобы он уклоняется От контроля Уклоняется Да Это и вопрос К ФСБ Которые его отравили Новичком Я думаю Стоит адвокату Так и ответить Причем публично Такую составить Жалобу Сказать Да он не уклоняется Видите ли Вот ФСБшники Такие-то Такие-то Отравили его Новичком В результате Он попал В больницу Шарите А вы спросите У этих ФСБшников Вот их Установочные данные Телефоны Вы С Федеральной службы Исполнения наказаний Позвоните Я понимаю Для чего они это делают Для того Чтобы Пугануть Возбудить Делай Чтобы Алексей Не мог Вернуться Да Ну Они до завтра Дали срок Можно было бы До завтра Прям приехать К ним Сказать А вот и я Вы так хотели Потом быть Федеральной службы Исполнения наказаний Всех уволили Нахер Сказали Вы что Навального Притащили в Россию С ума сошли Вот такие Интересности Навальный Знает Имена Своих Убийц И что он Им сделал Пока ничего Пока власть В руках Убийц Главный убийца Путин В его руках Власть Так только Мы вырвем Эту власть Из его рук И все остальное Знаете Власть Это жало Вот у этой змеи Надо Это жало Вырвать Мы его вырвем С корнем А уж дальше Вы сами понимаете Что будет с этим убийцем Я даже говорить Не буду Понятно Что навряд ли Они до суда Дотянут Ну такие Популярные В интернете Люди Ну что же Там Без нас С ними Разберутся Мы даже Не успеем И без Навального Он еще Лететь В самолете Будет А они уже На столбах Будут Раскачиваться Ну Или что-то В этом роде Вы же понимаете Что сейчас Озверевшие Ватники Начнут Рвать Бывших Своих Кумиров Да Будут В клочья Рвать Как только Режим Падет Ватник Скажет Путин Так Плохой Нас Оказывается Обманывали И потребуют Сатисфакции А как Ватники Требуют Сатисфакции Ну при помощи Линчевания Конечно Слава Как ты считаешь В этом году Пыня Сгинет У него Начались Непонятки С олигархами Да Непонятки С олигархами Его Совершенно Не беспокоят И я думаю И их тоже Они не очень Беспокоят Этих олигархов Это не те Непонятки Которые Являются Детонатором Продолжение следует...